Я был продавцом мороженого, я был кассиром на батуте. Когда продукт плохой, ты хочешь что делай, у тебя не попрекут. На что вы тратите деньги тогда? Я всегда что-то приношу в дом. Добрый вечер, в эфире телеканал Астана, проект Джессухпад. Меня зовут Динар Саджан. И сегодня у нас в гостях блогер-миллионник Бржан Ашум. Привет, Бржан. Я хочу уточнить, блогер-миллионник без гива, без единого гива. Или все-таки был грешочек? Один был, но они все уже писали сразу. Я недавно посмотрела проект Орта, где вы собрались, именно ваше поколение. Но, честно говоря, выглядело это так, как будто вы страдаете по поводу того, что кто-то проводит гивы, зарабатывает себе на квартиры, машины, а вы такие... А я вот так вот не могу. То есть вот у меня, я сейчас не пытаюсь там обелиться, да, белым и пушистым казаться, просто я так реально не могу, потому что... Объясню, почему так получилось. Потому что должна была быть что-то наподобие передачи к барьеру у Соловьева, да. Но из-за того, что та сторона не пришла, как бы высказывались, да, из-за позиции было только человека три, наверное, да, и в основном, как бы, да, все высказывались о мнении. Из-за того, что там мы... Я вот пришел, я понял, что атмосфера будет ламповая, а я пришел туда как на битву, там, чтобы доказывать какое-то мнение, чтобы с кем-то чуть-чуть там поспорить, чтобы больше просмотров было, может, где-то сцепиться надо было, я не знаю. Вот, но так как человек пришел, пару людей пришло всего, то понятное дело, что если бы мы на них начали набрасываться, то это бы было не очень. И они бы, мы бы в любом случае в проигрышном положении были бы перед зрителями, потому что их меньше, их каждое слово будет в три раза ценнее, чем наше слово. Но в целом это выглядело, как будто вы все прям страдаете по этому поводу. Да нет, но если я свое мнение там выразил, я сказал, что мне не так важно, для меня важно, что Инстаграм из-за этого похерили в целом, да, то есть то, что индустрия сама страдать начала, и то, что люди заканчиваются, контентом в Инстаграм уже не заходят, потому что вот это все перенасытилось постоянными гивами. А у меня претензия всегда к блогерам шла, что вот неужели ты вот год работал, два-три года работал, тем более там сидело поколение в основном людей, которые еще с 2014-15 годов начинали, ты вот эту миллионную аудиторию себе зарабатывал три года, а потом за сутки ты получаешь плюс 400 тысяч, это когда вот круговые гивы пошли. Я говорил, неужели нет ничего вот внутри того, что как будто ты сам себя предал. И там все согласились с этим. И учитывая, что тебя Инстаграм наказывает, аудитория мертвая становится, у тебя развернулся, то есть там минусов больше. Плюс, конечно, один большой – это деньги, большие деньги. Если раньше Инстаграм – это был больше про контент, про подглядывание, да, то есть там тебе нравятся люди, ты просто подписываешь. Сейчас это такая площадка для зарабатывания денег. Ну вот вы сколько зарабатываете? Да всегда по-разному. Сейчас чуть больше, чем на последнем интервью я говорил. Ну не знаю, то есть в месяц где-то миллионов пять, наверное, в среднем. В среднем это если брать, где-то вот так вот. А что вы удивляетесь, вы больше меня зарабатываете? Нет, ну просто я вот удивляюсь. У вас гораздо чаще реклама выходит, да, и она у вас не дешевая, я это знаю. Нет, я просто к тому, что я все-таки на Инстаграм прям ставку не делаю, да. Я понимаю, что если завтра Инстаграм, ну условно там закроется или вот потеряется, да, не дай бог. Но что-нибудь произойдет, у меня есть офлайн бизнес, у меня есть производство одежды, у меня есть мой бэкграунд, я могу вести новости, вести программы, да. То есть все равно даже этот проект, он выходит и на телевидение, и на YouTube. Не хотелось вот просто поработать маркетологом, у вас есть профессия, вы учились в МАБе. Пойти вот как нормальные люди в 9 утра куда-то на совещание, коллектив, у вас же вообще вот у молодежи этого опыта нет. Ну я про себя не скажу, но я не совсем прям молодежь, мне 27 лет, и я работал, я будучи студентом, работал маркетологом в университете. Мы вот до сих пор в МАБе стоит рекорд нашей команды по количеству абитуриентов, которых мы навели. Потом я работал маркетологом в рыбной промышленной компании, я ездил по обмену в Будапеште и там работал при посольстве. То есть я знаю, что такое работает, я вообще с девятого класса работал. Я был продавцом мороженого, я был кассиром на батуте. То есть я знаю, что это такое, и как раз таки, потому что я знаю, что это такое, я не хочу этим заниматься, да, потому что тут видите, конечно, там, можно всегда спрашивать, что будет, если Инстаграма не станет. У меня три раза Инстаграма не стал, то есть я постоянно находил какие-то выходы. Ну, чаще всего ничего не делал, конечно, но в целом, как бы, вот эта энергия, ее на все я не могу распространить, там, пойти поработать маркетологом, мне хватает того, что я вот работаю. А вот у вас нет желания пойти поработать маркетологом, там, я знаю, в Procter & Gamble, какую-то большую корпорацию? То есть это же все равно другой нетворкинг, это коллектив, это корпоративный дух. Есть гораздо больше умней людей, у которых есть энергия на это. У меня, я маркетолог своей странички, я маркетолог тех проектов, за которые я берусь отчасти, вот поэтому у меня нет такого желания. Не знаю, у меня, знаете, вот я десять лет работала в новостях, и за десять лет, представляете, каждый день ты приходишь на работу в девять утра, там, планерка, редакция, я работала на разных телеканалах, у меня такой большой нетворкинг с моими коллегами-журналистами, мы пересекались там, ну, то есть это совершенно, знаете, это несравнимое чувство, когда ты можешь вспомнить там, помнишь, мы начинали там в 2000 году на канале Южная столица, помнишь наши первые съемки, потом у меня есть люди, с которыми я работала там в 2015 году, в 2017 году, и это все равно совершенно другое, нежели ты когда работаешь только сам на себя, и ты такой одиночка, да, да, у тебя есть там какой-то нетворкинг с коллегами-вайнерами, блогерами, но они тоже нигде же так особо и не работали. Ну, смотрите, на самом деле про нетворкинг я здесь чуть-чуть не соглашусь в том плане, что у меня он только с коллегами-блогерами, сейчас Алматы, да и вообще Казахстан он стал очень тесным, и вся движниковая молодежь связана с блогерами, потому что все бизнес-проекты, они так или иначе продвигаются через лидеров мнений, да, и поэтому я знаю, знаком практически со всеми предпринимателями города. Это, конечно, грубо прозвучит, с кем-то заочно, но в плане нетворкинга ты вообще не страдаешь, и это один из самых больших плюсов блогерства. Это партнерский бизнес? Да, это одни хозяева получается, только здесь партнер я, а здесь Ирина Кайратовна. Какая доля здесь? Я не могу раскрыть долю, но я скажу, что у меня именно с оборота процент идет, и это очень классно, с каждой точки с оборота. Не из чистой прибыли, да? Да, не из чистой прибыли, и это как бы очень удобно. А какие обязательства? Нужно там раз в неделю приходить, что-то делать? Конкретных обязательств они не указаны, но я сам примерно знаю и чувствую, и ребята не полностью доверяют, и не лезут, и я к ним не лезу. Ну, смотрите, радует, халяльный продукт, да, то есть есть сертификат. Давайте зайдем. Что-то как 38. Вкусно здесь? Здесь, если бы не было вкусно, я бы не брался, да. Здесь у нас всегда все свежее, да. Дегустации делаете? Дегустации вам сделаем, да? Нет-нет-нет, имеется в виду, вот прежде чем, допустим, там открываться. Вот как, например, мне интересно просто Баджан Ашим, как бизнес-партнер, когда заходит, он там пробует все, смотрит. Нет, разумеется, то есть я в Астану полетел ради этого. Я, потому что я вот объяснял, что я не хотел влазить в подобного рода аферы, заварушки. И я просто человеку очень доверяю, Кайрат Баджанов, про который рассказывал. Он сказал, просто съезди, давай попробуем. Мне, во-первых, подход сам понравился. Во-вторых, мне понравился продукт сам очень вкусный. И, в-третьих, человек, который придумал все это, это не Кайра, это вообще Назарбаев университет Шумаха. Вот, он рассказывает об этом проекте как про дитя свое, просто как про дочку. А сколько уже этому проекту лет? Он с 2017 года, вообще. О, ну он уж такой достаточно зрелый, да? Да, он рос в Астане, как раз таки, да, в Нур-Султане. Как только мы масштабно открылись, сразу настала пандемия. По сути, этот продукт в основном для студентов, и студентов не стало, и поэтому нам было тяжко. А какой здесь средний чек? Средний чек? Две пятьсот где-то, вот так вот, я думаю. Ну, это не дешево, конечно. За две пятьсот можно... А где вы фастфуд, кроме донера? Ну, это не донеры, извините. Да и донеры сейчас сколько? Тысяченьки стоят, да? Да. Так, что я буду? Я хочу... Мне вот сказали, что тунца и говядицу ведь нету, да? А что вкусно? Попендую курицу терияки попробовать. Мы встречаемся с биржаном за четыре дня до спадьбы. И вот осталось четыре дня холостяцкой жизни. Или вы уже живете вместе? Нет, мы уже живем около года. Просто не каждый день вместе, но практически. Как это не каждый день вместе? А, она к маме ездит просто. Ну все, через четыре дня свадьба, и начинается такая семейная жизнь. Да. И наверняка что-то поменяется в жизни. Ну, я не скажу, наверное, что... Наверное, с появлением ребенка, да, когда, даст Бог, появится, то, возможно, ну, сто процентов поменяется. А так мы просто оба максимально одиночки в плане того, что нам всегда нужно свое личное пространство. И у нас там свои комнаты друг у друга. Спите в разных комнатах? Нет, спим. Я, конечно, недавно читал про такие, да. Есть браки такие, где спим, конечно, в одной комнате, но все равно мы понимаем каждый день, что нам нужно находиться одним. То есть нет такого ни она меня, ни я ее не пилю, что там вот мало внимания уделяешь. Наоборот, то есть вместе мы кайфуем и поднимемся мы кайфуем. То есть вам комфортно молчать вдвоем? Да. Да, да. С появлением ребенка вот вы сказали, что что-то поменяется. Вот как вы думаете, что поменяется? То есть мы же не можем постоянно вот стоять на одном месте, да? Да. Вот я всегда привожу пример Филиппа Киркорова, да, который там был во времена Малинина, Буйнова, там, Газманова, да. Таня Буланова, вот я их помню, просто как бы мое поколение помнит. Да я тоже не знаю. Да, вот тем более. Не плачь. Но вот Киркоров до сих пор в тренде человек, который просто меняет волну и всегда на волне. То есть невозможно же смотреть все время одного и того же Буржана Ашима, да? Вот там Буржана Ашима через 15 лет. Какой он? На самом деле у меня вот в год одно-два интервью таких вот полноценных выходят, и я каждый раз их пересматриваю через определенное перечистое время, и я замечаю, что я в любом случае меняюсь. То есть если смотреть, когда я только начинал на блогера, да, я был таким, старался быть правильным, старался никого не задевать, старался не материться. Потом у меня был этап, когда я был максимально жестким, да. Сейчас я жесткий, но стал гораздо мягче. То есть я это делаю неосознанно по наитию, и я поэтому не могу сказать, кем я буду через 15 лет, и каким я себя вижу вообще. Поэтому, но мне нравится, что есть какая-то смена, и то есть я замечаю, что у меня еще и молодежь, то есть у нас есть термин молодежь, это вот для вас мы молодежь, а для нас есть вот новая молодежь, тиктоки. И я залетаю для этих тиктокеров, то есть я смотрю отношения ко мне, то что они смотрят, прислушиваются, и это как бы уже как минимум хорошо. У меня нет специального стремления там что-то молодежное делать, да, у меня такого нет. Но если получалось до этого, я думаю, что не будет проблем в будущем. Надеюсь на это, по крайней мере. То есть, ну это вот все-таки творчество, да? Да. Потому что у меня было интервью с Жеком, и он говорил про то, что ну я не собираюсь там без конца вот эти вайны снимать, там блогерством заниматься. Я говорю, чему-то серьезно придумал, он хочет быть серым кардиналом. Ну, красавчики. А у меня такого нет желания быть серым кардиналом. Смотря в чем и каким образом быть серым кардиналом. Ну то есть… А я-то поняла, что он хочет быть серым кардиналом, советником Акима, например. Мне кажется, вы неправильно поняли. Вообще он хочет быть музыкантом, насколько я знаю. Он конкретно мне сказал, что он хочет серым кардиналом, он хочет… Может быть, он мне признался просто. Я получаю дикое удовольствие от реакции зрителей, даже не от заработанных денег, конечно, от возможностей, которые дает мой контент во всем, что проявляется. Но я не знаю, насколько это будет долго проявляться, да, то есть насколько… Когда я перестану, когда я пойму, что я это делаю, просто высасываю из пальца, я тоже начну искать себя опять. То есть у нас же сейчас реалии слишком быстро меняются. Это вот вашего поколения больше. Если ты себя нашел, если ты юрист, если ты журналист, то ты всю жизнь журналист. Ну, это сейчас ты можешь каждый день быть новым человеком. Сегодня врач, завтра полицейский. Да, да, да. Послезавтра косметолог. Мне, честно говоря, страшно. Как раз время обеда. Спасибо. Так. Пятнадцать? Пятнадцать. Мне будет интересно ваше мнение. Давайте. Сюда в буржам приходят в основном кто? Фанаты? Нет, в основном приходят студенты. То есть и аудитория, которая… Ну, изначально, в любом случае, они узнают от меня. И потом они… Моя задача, чтобы не все кушали на шэндочи, а выборочи, но постоянно. То есть, чтобы постоянная аудитория у нас формировалась. И постепенно эта аудитория у нас у нас, вот Айсултан Сииков очень любит кушать на Рейс-Паласе, когда приезжают. Да, те, кто бывали за рубежом, те, кто просто любит вкусно поесть, студенты, в основном они ценят. Угу. Ммм, вкусно. Вкусно? Угу. Жан, а тебя не пугало то, что у многих твоих коллег баннеров этот бизнес не пошел? Даже был такой же, подобный бизнес у Назима Мисанова, но там продукт очень сильно отличался просто. И, ну, это всегда вызов. То есть, сделать очередные бургеры, которые все едят, это не так сложно. А сделать продукт, который совершенно новый на рынке, гораздо сложнее. Но это было интереснее. И, ну, как бы, я не скажу, что мы еще жестко стрельнули. Вначале мы жестко стрельнули. Потом вот пандемия опять, запреты вот эти вот. Мы не могли работать нормально. И сейчас у нас такой достаточно непростой период, но, в принципе, мы нормально держимся. Но ты не советовался там прежде со своими коллегами, друзьями? Не спрашивал? Почему не пошло? Какие ошибки они совершали? Давайте, там весь секрет был в том, что там продукт был. не очень. То есть, там особо спрашиваются, не нужно было. Там ребята рвали задницу, пытались что-то снимать. Но, когда продукт плохой, ты хочешь что делай, у тебя не попрекут в бизнесе. Ну, ты привлекаешь себя своих друзей? Чтобы они приходили, тоже рекламировали. Алибеков, Ели Байер, господи Скораз были. У моего возраста ребята были здесь. Вот, да, конечно, привлекаем. У нас, благо, нет дефицита блогеров в городе. Вот ты бы рекомендовал бизнесменам, другим, привлекать свой бизнес, известных людей? Угу. То есть, насколько быстро начинают, то есть, там, результаты улучшаться, да? Угу. Ну, если судить по кейсу того, что у нас в стране такое особо не ели, то мгновенный, мгновенный результат. То есть, в Астане, я просто в цифрах скажу. В Астане, в среднем, одна точка делала в день 100 с чем-то, 100 плюс 1000, короче, примерно. Ну, там, 200, может быть. Как мы пришли, первое лето 600, так вот, 600-500. То есть, там, очень... Мы сами не ожидали, я вообще не ожидал, что так будет. А сколько шли переговоров, вот сколько пришлось ребятам уговаривать? Одна встреча и одна поездка, всё. Откуда идеи вот с Алиной Гузеевой? Алло, Дарин. Как дела? Так, я весь день хату драйла, поэтому давай сразу по существу. Есть новости. Ну? Я замуж выхожу. Так, мне ещё полы мыть. Ты серьёзно мне предложение сделали? Кто? Марлон Брандо, блядь, ты его не знаешь, всё равно. Алина? Она самая. Член Святого Валентина. У тебя рекорд в отношении какой? Какая нахуй разница? Другое. Месяц хуем? А ты мне про замужество. Слушай, а как же любовь морковь там? За недельку, да, у вас всё образовалось? У нас любовь большая. У-у-у-у. Да, вот так. Извините. Алло, слышишь? Слышишь. А ты пиздишь, как дышишь. Алина, я ж тебя знаю. Тебе главное кормить и ебать и на лицо сажать. Порадоваться, можно? Давай сделаем так. Я тебе сейчас денежку на карту отправлю. Смотайся на базар. Купи себе мозги. Куриные хотя бы. Я тебя умоляю, Алина. Ну, если честно, заебалась я одна ходить уже. В ту гараж. Алина, ты одна-то хоть бываешь? Ой, не начинай, а. Ты свою губищу половую уже на Iron Man можешь отправлять. Смело. А нахрен с тобой? Он-то что, неделю тебя знает, замуж завез сразу. Решительный молодой человек называется. Это не решительный называется. Это тупой называется. Так, аккуратно. Или слепой. Ну, мы видим последнее видео только посмотрели. С Алиной и Гузеевой. В смысле, там есть Гузеева только в одном выпуске ее назвал так. Страптивая, да? Страптивая, да. Она называется, да. Я просто думала, ее всегда зовут Алина Гузеева. Нет. Нет? Ее гораздо жестче называли. Не буду говорить. Это не в телевизионном эфире. Но я всегда, когда я смотрю, не всегда смеюсь, но иногда бывает так, что мне очень смешно. Ну, там, конечно, вот просто вот разговор двух подруг такой откровенный достаточно. Ну, вот откуда эти идеи? Я не знаю, честно. Это вот у меня, у меня просто был период, по сути, с детства у меня никогда не было проблем общения с девушками. То есть я никогда не стеснялся общаться. Не в том плане, что я там со всеми встречался. Нет. У меня просто никогда не было барьера, потому что это девушка. Я мог общаться как с друзьями. Я мог угорать. И поэтому мне много что доверяли. И вот это вот все, видимо, накопилось. И это максимально собирательный образ. У меня нет такой знакомой, ни как Алина, ни как сама строптивая. Но я знаю, что есть такие два типажа людей. И две подруги, как правило, абсолютно разные. Одна развязная, отвязная, ветреная. Вторая такая более спокойная, которой комфортно быть одной. Вот. И каждая выбирает сама, кто она из этих персонажей. Вот. Но просто вот эти фразы. И там, понимаете, каждая секунда, она, на самом деле, там выпуск ходит на три минуты. И в итоге я его режу на минуту. И очень жалко иногда материал становится. Но в целом там стараюсь, чтобы каждая секунда была какой-то напитана вот этим вот, вот этой харизмой моей жизни. Вот. Вот. Кстати, ключевое только что прозвучало. Ключевая фраза прозвучала. Сначала наполнится, да. То есть ты не можешь родить какой-то креатив, какую-то классную идею, если не наполнишься. Вот. Последнее мне тоже видео понравилось, где вот это вот. Сними меня, как будто у меня ноги длинные. Как Диана реагирует на такие видео, где вот вам приходится там быть в роли женщины? Ну, смотрите, я это делаю до Дианы, да. И как бы я ей благодарен за то, что у нее. Она как бы первым делом я всегда снимаю, монтирую и скидываю ей. То есть она вот по WhatsApp смотрит и всегда говорит там очень круто, очень классно. И я по ее реакции понимаю примерно, насколько круто, насколько крут ролик, потому что она оценивает объективно. Если не смешно, она будет говорить там вот это что-то слабее там. Вот. Но всегда пытается подбодрить, всегда говорит типа классно, снимай. И то есть никогда не было такого, что из-за того, что я играю здесь. Мне вообще это никак не вредит. Я парить не надеваю. Я не крашусь, да, чтобы показать астрактиву. И мне кажется, в этом-то и уникальность. И поэтому это нравится людям. Что я не пытаюсь быть манерным, чтобы как это принято показать. Если, ой, вот так, я так не делаю. Я просто показываю как-то по-другому. И возможно по этому смотрят. Но не кажется, что астрактивая похожа на женщину, сумасшедшую женщину Нурлана Батырова. Нет, мне кажется, это абсолютно два разных персонажа. Если честно. И нет, не могу сейчас аргументировать, но мне кажется, это абсолютно разный персонаж. У вас с этим мало коллабораций, да, вот практически нет? Почему? Потому что я не хочу. Я себя не вижу в формате вайн. Мне не нравится смотреть на себя со стороны, когда вот так вот снимает, и я там что-то отыгрываю. Мне комфортнее сниматься одному. И работать самим собой. Работать самим собой. Писать самому себе. Я никогда в жизни не нанимал сценаристов. Только для рекламы у меня был друг мой Ерлан. Он писал мне сценарий, потому что я физически не успевал. Сейчас это я сам делаю. Просто я в какой-то момент понял, и это на самом деле бремя. И это не совсем правильно. То, что я все сам для себя сам делаю. Но я не кайфую, не буду кайфовать от своего же ролика. Если даже он стрельнет, супер. Если это будет написано не мной, это будет не моя идея. Поэтому я все сам делаю до сих пор. Но в проекте Big Money у Евгения Черника, он тоже меня удивил. Он сказал, что в Big Money работает один человек. Поэтому это абсолютно нормально. То есть креативный, творческий человек, который может все делать. Вы можете сами себя снять, сами смонтировать, сами написать сценарий. Ну вот вы смотрите там Черника, Рыбакова, Тони Роббинса. У кого вы учитесь? Где вы получаете знания? Вообще, мне больше нравится не бизнес, именно тренинг. Мне нравится интервью смотреть. У Гордона в основном. И именно старые интервью. Потому что там настолько разные личности, о которых я и знать не знал. У Дудя интересное интервью, да. Потому что у них люди нового поколения. Да, там какой-нибудь граффитист новый. Ты о нем знать не знаешь. А у Гордона, у него вот именно вот эти люди. Легенды, да? Легенды, да. Столпы вот эти. И ты смотришь и думаешь, блин. И ты понимаешь, что интервью взято там в девяносто пятом году. А понимаешь, что по сути-то все так же. Это как со старыми фильмами. Самые старые фильмы крутые, легендарные. Они актуальны сегодня. Вот. А так прям за черняком прям сильно я не слежу. Маргуан Сесимбаев мне нравится, да. Но мне больше нравится, когда не он ведет что-то, а когда у него берут интервью. Потому что там что ни слова, то какой-то цитата, которую ты себе записываешь. Ну что-то со стороны выглядит как-то, я не скажу, что прям вау. Если честно. Типа выглядит не очень, а заходишь там прям супер красота. Да? Да. Ну, из-за того, что мы только в техническом режиме сейчас работаем, мы еще просто внешнюю часть не отработали. Что означает стелс? Стелс – это скрытый переводится прямо. Ну, я прям скажу, что реально скрытый. Да, реально скрытый, да. И в этом фишка есть. Так, здесь, кстати, очень аккуратно. Бламинат, говорит, красит. Ну, вроде бы, здесь мы его обклеили. Здесь вообще, в общем, где-то тысяча квадратов у нас здесь. Но занято где-то 500 только. Потому что мы ту половину используем пока для своих нужд. Это VIP-зона, да, это у нас таких два зала. Здесь пять компьютеров, здесь собираются ребята. В основном мы стараемся, чтобы бронировали толпой. Потому что там если один займет, а вторая компания пять человек приходит, они уже не могут играть. Вот. И, да, вот, в целом… Родители всегда против компьютерных клубов. Ну, это ошибка. Сейчас уже… А вот для чего, скажи? Вот я должна поощрять своего ребенка, чтобы он ходил в компьютерные клубы. Для чего? Во-первых, на этом можно сейчас действительно зарабатывать деньги. Но если он киберспортмен? Нет. Если он стримит. Сейчас очень много простых ребят. Это тоже самый блогинг. Ты просто показываешь, как ты играешь. И это… Мы вот сами тоже открыли стрим-комнату. Я покажу. Там будет стоять компьютер. И там тоже будем стримить. Вот. Эта сфера, она называется там… Ну, она называется стримерство. На нем зарабатываем на донатах. Я думаю, вы слышали что это? Да, я слышал. У меня сын этим занимается. Огромные деньги там просто. Я сам в шоке. Вот мы в детстве там хитиви смотрели… А, нельзя, наверное… Нет, почему можно? А, хитиви смотрели. И там смски платили, чтобы наши имена всплывали. Такая же психология. Ты отправляешь деньги, и твое сообщение всплывает. Все там на экране. У меня сын тоже киберспортсмен. У него есть… Киберспортсмен? Да. Камус гейминг. У него есть команда… Камус пауэр, да. Он играет… Он играет пауэр? Да, да, да. Он играет. И я просто в этом не разбираюсь. И он там что-то донатит. Пабжи? Пабжи, да. То есть он играет. Я всегда против. Но пока я не провела прямой эфир с председателем Казахтелькома, когда я увидела у него тоже гейминг-кресло, и он мне объяснил, какие там деньги. Конечно. Я такая, ладно. Я вам скажу одну интересную вещь. Игровая индустрия заработала больше, чем суммарно, чем все стриминговые платформы в музыке, Netflix, все суммарно и собрать. Игровая платформа заработала в несколько раз больше. Просто там одна игра… То есть если твой ребенок идет в компьютерный клуб, надо сказать, иди, сына, давай. Ну, если прямо у него это… Если у ваш сын киберспортсмен, то вообще не стоит… Он серьезно этим занимается? Ну, если у него это получается, да. То есть тут важно понимать, что главное, мне кажется, не ограничивать. Значит, нас, видите, ограничивают для нас… Возможность того, что запретный плод был сладок, и мы… Настолько вот нам не хватило, и у нас до сих пор детство в одном месте играет, и мы с друзьями до сих пор там нам по 30 лет. Раньше смотрел на мужского, думал, господи, им надо семьи делать, сейчас сами вот… Я очень кайфую от людей как бы в этом проекте. То есть своим партнерам вы доверяете? Абсолютно, да. Но не лезете, да, там слишком в операционку? То есть как вы договариваетесь на берегу? То есть вы говорите, я буду отвечать за маркетинг и за то, чтобы там были продажи, да? Да, да, да. То есть я на самом деле на берегу ничего не обещал. То есть у меня все проекты, куда меня убедили прийти, да, и поэтому у меня всегда есть такое преимущество, да, то, что я говорю, я не напрашивался, да, в твой проект как бы. Но это меня не расслабляет, я стараюсь как бы работать, стараюсь и делать, но не эти ребята мне ничем не обязаны, да, не я им ничем не обязан. Вот мне вот комфортно работать так и что. Но я понимаю, что… логически понимаю, что от меня зависит от этого проекта. Слушайте, если бы я вас пригласила в свой проект, да, я бы вам там 50%, да, чистой прибыли отдавала, я бы звонила каждый день, говорила бы Ржан, Джанам, где сториз, почему мы не продали ни один сэндвич сегодня? Да, я бы с вами не работал, значит, мне было некомфортно с вами работать. Не, но имеется в виду, что я все-таки люблю таких ответственных партнеров, да, которые не говорят мне там каждый раз, я же тебя там… я же не хотела с тобой работать, да, с дизайнером. Нет, но это не так, это крайность, да, то есть я говорю, что я на берегу выстраиваю такие отношения, чтобы на меня это не давило, а если мне будут каждый день звонить, то у меня и кайфа не будет, а когда я знаю, что мне доверяют, я знаю сам как бы, я понимаю, что я должен отдавать этого проекта, я сам это все делаю. А когда начинают там бомбить, где, что там… Но это все на бумаге, да, оформляется? Да, 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 в любом случае. То есть у вас есть ИП, ТО… Разумеется, да, ну как бы у меня были кейси, когда я на добром слове, и ничего из этого хорошего не получалось. Для вас? Для меня, да. Да. Угу. То есть потом просто говорили спасибо, до свидания, да? Да, бывало такое. И что вы делаете в этот момент? Не пишете такой пост? Я… Нет, нет, нет. Я угораю над собой и говорю, что умные люди всегда говорили, я оформляю юридически. Тетя всю жизнь говорила, юристы всегда юридически оформляют. Нет, люди хорошие, это мои друзья. Нет, как бы оформляют все юридически всегда. Расскажите про свою семью, про родителей, чем они занимаются? Мама преподает английский, у нее свой центр английского языка, они живут за городом, уже лет 10, наверное, если не больше. Папа работает преподавателем музыки и параллельно пишет музыку, он композитор, в союзе композиторов. Ну вот чувствуется, что вы такой человек начитанный, и вот мировоззрение такое прям большое, да? То, что книги читаете там. Никаку остальных вайнеров, да, вы имеете в виду? Никаку остальных вайнеров, не имеете в виду? Ну не то, что остальных вайнеров, но все равно это же всегда чувствуется. Даже в роликах чувствуется вот эта начитанность и какая-то внутренняя культура. Словарный запас, да? Словарный запас, да. Все-таки родители как-то направляют? В любом случае, конечно. Но из-за того, что родители преподаватели нас в детстве заставляли, я очень рад этому, что нас заставляли учиться, да, и что мне было, я был троечником, брат был круглый молотенбергистом это ну традиционная история и но все равно я от брата знаю очень много он там хоть книгу прочитает а потом мне ее пересказывает я потом всем говорю что я читал эту книгу понимаете я вот знаю но многие книги о чем-то примерно написаны он очень много читал я сейчас ни одного в жизни такой час братья работает брат он топ-менеджер банки о ну как бы это один из случаев когда отличники могут становиться успешными то есть мне саму не нравится это мнение троечники гораздо успешнее отличников нет это отличники раз родители устраивает что один брат топ-менеджер сын а второй такой творческий я думаю абсолютно да мы вот им построили дом после этого все это устраивает как бы брата с брата было всегда спокойней родители он всегда учился на гранте родители в меня вкладывали там последние деньги я вот всегда видел вот этот кровь и пот и поэтому всегда у меня ощущение что я должен благодарить родителей там построить дом что-то подарить вот от 5 миллионов какую-то часть отдаете родителям нет родители сами зарабатывают но я всегда что-то приношу в дом который построили поэтому что там мебель да постепенно 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 да и вот уже дом вставляется дом же он же никогда не достраивается вы знаете да и начал строить это на всю жизнь а вы сейчас живете своей квартире нет у меня съемная копаю на свою квартиру хочу копить вот например полгода ничего и не покупаешь себе и покупаешься шикарную квартиру в центре алматы 5 миллионов тенге в месяц ну не тогда это свадьбу сам себе делаешь она свадьбу копили да все это время да 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 ну не все это время то есть свадьбы были сбережения и вот после свадьбы все постепенно все после автомобиль свой есть нет я не люблю водить есть возможно что вы тратите деньги тогда на меня они да на жизнь я просто 5 миллионов тенге в месяц это я сказал после последнего интервью а до этого был там два полтора миллиона ну даже два полтора за последний ну даже если так то все равно деньги очень не знаю как вода утекают то есть у меня не знаете что самое главное чтобы каждый месяц у меня были отложенные деньги то есть сколько вы откладываете всегда по-разному зависимости от какого-то это депозит или что это как депозит это депозит обычный в компьютерном клубе сто лет не было это получается общий зал я не знаю когда вот мы в детстве ходили компьютеры это были маленькие каморки подвальные сейчас подвал ладно ну да посмотрите вопрос обратите внимание какое пространство для одного человека дается чтобы во первых профессиональные кресла которые ты можешь настраивать как тебе удобно поднимать и опускать во-вторых сам сам коврик я не знаю у нас в детстве были вот такие коврики именно так отыграли сами клавиатуры и мышки мониторы это все очень вообще для чего люди ходят компьютерный клуб пообщаться то есть во-первых расслабиться я почему до сих пор играю в кс-го потому что это очень уставший приходишь домой у тебя там проблемы и так далее ты вот футбол играешь и кс-го играешь ни о чем ты не можешь физически думать потому что ты в игре на сто процентов а сюда когда ты приходишь ты еще и можешь пообщаться вот на что соседская жаловалась за то что люди выходят это понимаете соседей людей потому что мы тоже когда с компа выходили эмоции до нас и поделиться рассказываешь орешь и забываешь вообще что соседи есть и поэтому максимально работаем сейчас чтобы предупреждали там и так далее но ты знаешь это лучше чем сидеть во дворе и курить наркотик сто процентов конечно да и тем более когда открывается такие компьютерные клубы мы сюда идти киберспортсмена приглашали у нас друзья очень многие и они все говорят что это очень классно здесь очень комфортно джанна как вот ты смог обойти да вот эту тему наркотиков одна причина я очень боюсь от этого то что там я в детстве насмотрелись у меня подъезда у максимально хардкорные да и наркоманы и проститутки жили и как там родители не сильно и внушали что это прям плохо просто я видел человека который колется в детстве я видел что ему не кайфово от этого и просто своими глазами как он берет желание да там район у нас такой был достаточно жесткий хардкорный с детдомовскими мы постоянно общались и вот это элементарный страх мне кажется что когда все начинается с первого раза когда твой друг пробует и такой ну ладно если пробуешь я тоже попробую и у меня просто таких друзей не было родители меня отдали благо живя мы переехали обаул они меня оттуда вас забрали и отдали мне в городскую школу это было очень проблематично и там дяди нас возили там целая схема была чтобы учились сильной городской школе я вообще таких разговоров даже не водилось типа на наркота не когда нам были сердце винный ребят который сейчас мои друзья собственно а когда твои друзья или там знакомые коллеги ты видишь что они там как-то связываются с наркотиками ты их пытаешься остановить у меня было да такое пару раз и благо слезли всегда я заметил сколько не пытаешься говорить это как будто по итогу настолько надоедая человека что он на зло это делать также и со ставками кстати а когда он со временем вот совсем дна уже до дна дойдет вот у меня был друг очень хороший имя не буду называть у меня его отец спросил можешь пожалуйста там я сколько раз вытаскивал он со ставками постоянно уже все деньги теряют очень богатый и я ему сказал мне один совет не помогаете вы постоянно вытаскивать просто не помогаете и я тоже ему занимал перестал то это также микро с наркоманами работать деньги просто не даешь и всем вокруг скажем не давали деньги он вот это вот на достигает и понимаю что уже либо дальше умереть да либо уже надо отказаться от этого вот единственный вариант который я вижу чтобы от вот этих зависимости выводить а вот если у вас была возможность взять у кого-нибудь интервью у кого бы взяли а майка джексона если вы имеете ввиду из всех кто был о чем спросили бы носил он детей или не просто мне хочется понять насколько правда или нет нет на самом деле нет он конечно сказал бы это неправда то есть на любом интервью но вы верите вообще в эту историю мне кажется что это неправда я бы спросил наверно я бы больше задавал на такие вопросы что я достиг будучи достигнув определенного уровня популярности и это же совершенно несравнимый уровень популярности майкла джексона и это же вгоняло в депрессию и он был очень одинок я хотел больше про вот эту часть вы наверное поговорите уже самые крутые люди они очень одиноки печальный факт поэтому у меня нет цели становиться гипер популярным поэтому я не знаю вы смотрели сериал черное зеркало нет это примерно понимаете где все про лайки где вместо валюты деньги стали лайками и там показано как у людей крыша едет и как вообще у звезд мировых то есть когда за тебя берется продюсер какой-то продакшен то все ты уже совсем не принадлежишь но вам важны лайки смотрите просмотры конечно конечно то есть фидбэк не всегда важен да это если вы кто какой-то блогер скажет что ему неважно фидбэк значит он скоро загнется то есть в любом случае это важно потому что такое лайки это это в любом случае это отдача то есть твоей аудитории там то что люди история тис крутой контент пересылают и когда поздно например он же не гоняется за лайками но он же поздно но он начинал другое время ему 97 лет насколько я знаю нашего президента там более миллиона подписчиков я не думаю что он то ему тоже важны лайки я ему важен фидбэк который там пишет надеюсь что он читает в комментарии хотя не знаю но вы подписаны на нашего президента почему уж мне не интересен контент который выходит ну то что вам интересно вообще что что делает президент для того чтобы улучшить качество нашей жизни интересно но я это мне интереснее смотреть на каких-то выступлениях они каждый день следить куда он полетел там в пизлорду сегодня там на пшеничных полях не настолько интересные интересно когда отвечают на вопросы да но у наших президентов не особо принято это делать это более принято там в россии мне нравится как отвечает путин да мне не особо это нравится путин но мне нравится как он выбора дерзко это просто дает насколько уровень мышления у человека что его как казалось бы загоняет в угол определенным вопросом про убийство кого-то он как-то отвечает вроде не ответил вроде не ответил то есть мне вот вот это нравится в нем как думаете почему казахи сейчас мега популярные в россии потому что это новое новая кровь тренд какой-то на азиатов я даже заметил что за руби не только вообще казахи в россии на снг про станции а азиаты в мире это вот и корейцы и bts если раньше там поехав в штаты ты мог услышать там что ты второсортный китаец куда хотя это всегда будет то сейчас такого отношения уже нет и казахи сделали то же самое что и bts в мире нет окажется они просто начали делать крутые вещи для людей и люди начали это хавать они создали целую культуру да и казалось бы у нас не только же музыканты у нас и режиссеры крутые у нас и стендаперы крутые поезди как-то это все резко появилось не знаю просто поколение свободно мыслящих людей пришло вот если бы ирина кайратовна не стали снимать такие вот политизированные да то есть видео клипы писать музыку да вот они же такие немного оппозиционный то может быть не было бы до такого успеха они в клипах это же куаныш биосеков по сути это его идеи и задумки то что вы транслируется клипах а как музыканты они без этого успешны то есть они поедут любой город их везде будут но почему наши вот баннеры в основном от ваше поколение чаще всего вас такие безопасные шутки то есть вы на тему политики на тему там вакцинации мне не знаю домашнего насилия такие острые темы вы как-то старайтесь обходить не знаю я лично мне просто неохота об этом мне кажется это неинтересно то есть меня спросили хочу ли я вакцинировать я сказал хочу но хочу файзера то есть потому что я спутник в этом либо китайской спутником в не хочу спрашивают ну почему потому что у меня нет доверия к местному у меня это не местно это российское российского социальная далее нет доверия да у меня возможно там ск newsletter все вакцины и практически от многих онόмиит все пандемии практически выручали именно российский ученый но я знаю что пенициллин был создан для россии но не знаю у меня все равно умения по無ечение что мне хочется в либо америка либо китай ты либо америка либо китай но то все-таки в китае зародилась ивангроза сказать я породил эти убила а вот и поэтому а мы переболели я переболел когда прошлом году нет нет без пневмонии ну 12 процентов в больнице я ездил вы сказали там 25 по моему если превышает и тогда кладут и как было самочувствие первые три дня я прям умирал я понял насколько это жестко никакой рад куда и берлин конечно умирал но в целом как бы было очень плохо то есть я просыпался не мог уснуть там постоянно жар вас а потом после трех дней у меня запахи до сих пор не вернулись у меня до сих пор нет да вы не чувствуете да сейчас мой аромат очень жаль кого из тик токеров смотрите у меня есть два вида отдыха я их обожаю нет когда приезжаю в родительский дом включая телевизор и когда я захожу в тик ток просто под вечер и просто начинаю рисовать рекомендацию меня нет тик токера которых я прям обожаю нет одного такого мне просто нравится рекомендации потому что там если идти за контентом то это печально признавать висаграм уже не идут идут в тик ток уже там очень много смешного очень много разными кстати очень много мерзкого всякого там я последний раз натутся на то что убивают просто убийство человека человека живота просто козе отрубает голову я думал какой-то арабский прикол у них же там черный юмор там берет меч и просто так отрубает голову ужасно там сотни тысяч комментариев как тик ток такое пропускает я бы натыкался на порно в тик токе то есть тик ток он очень многогранный это как и dark нет с одной стороны это как и контент то есть и там никогда не угадаешь да никогда не угадали не ставлю лайки на вот эти вот все но всегда попадается что-то жуткое вот нету одного сейчас много на самом деле культ на виар идет там мода но это вот самый то потому что это создатели игры half-life если ребята которые смотрю и разбирайся half-life алекс здесь на самом деле можно хоть что играть но создана она для вот одной игры а можно попутешествовать там сходить музей кого угодно можно я просто сам физически это не смогу сделать у нас персонала нет так с удовольствием показал вы здесь видите вот такие штучки вы ими получается ходите ими управляете вот это вот на глаза надеваете врачи летающий театр как в туркестане да мы его заказывали с америки потому что в казахстане в снг его даже не было а потом пока из-за пандемии мы не могли себе позволить работать там и так далее уже у многих он появился в россии там и мы уже не так крутые уникально так это реально первый вяр холдя half-life алекс казахстане а ты в этот бизнес зашел тоже уже когда он существовал нет это уже знакомы ребята там просто там другая история там ребята они максимально в этом шарит они разбираются то есть зашел деньгами или опять именем да но у меня такая же доля как здесь уже доля как бы нас 4 учредителя и там по 25 процент но при этом я не вкладывал деньги они вложили около 120 миллионов сюда когда человек на волне с ним всегда тяжело говорить у меня были вот такие интервью знаете я помню интервью с махпалы цабековой это был там 2000 по моему второй или третий год было очень тяжело когда человек вообще на волне с ним всегда очень тяжело разговаривать я не знаю вот в чем бы я просто за свою там 20-летнюю практику да всегда слегче всего со сбитым летчиком разговаривать я говорю нет вы уже пережили какой-то вот этот момент я думаю пика до момент пика вы пережили вот какой-то какие-то примерно года я считаю что мой пик был во времена когда у нас был проект алмата штат небраска когда мы снимали пранки там влоги интересные то есть это точнее это мой любимый период но если в цифрах смотреть то мой пик сейчас поэтому не знаю я думаю что вам еще 27 лет вы же уже так осознанно адекватно относитесь к своей популярности к своей востребованности да вот часто приходится там возвращать деньги да какие то есть вообще такие кейсы когда никогда в жизни я никогда в такие сомнительные аферы и не вступал чтобы возвращать деньги и раз таки просто потому что очень боюсь вот этого то что мне мое любимое дело представит нож в спину из-за моих же ошибок до что я что-то порекомендую очень многое знаю блогеров которых ищут те кто рекламировали ставки их искали и люди они ищут не просто так они хотят чтобы вернули деньги а человек который потерял деньги он на многое способен поэтому я как бы мне важнее гораздо вот вы говорите смотрели clubhouse я там говорю что мне важнее гораздо заработать чтобы я заработал там не 10 миллионов миллион но вот это ощущение внутри меня будет спокойным я спокойно сплю просыпаюсь 12 да и знаю что меня никто не хочет убить как минимум вот у дайжан бойзакова как раз говорил о том что очень тяжело отказаться от больших денег да там 15 секунд позора условно да там завтра забудут но у тебя там такая огромная сумма это можешь пойти купить там квартиру машины забудут просто и сейчас куда не зайди там бойзакова не особо хотя я лично к ней хорошо отношусь и но у нее как бы про нее не особо хорошо пишут было время до когда когда она родила там у нее комменты про нее хорошего но сейчас то что я вижу про бойзакова в основном неприятный комментарий про нее пишет вот я вообще как отношусь к этому всему по поводу спокойствия сказал да 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 папа спокойствия сказали да то есть вы не будете ради денег там рекламировать условно то что просто душа отрицает разумеется а вот что 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 я хотел сказать когда человек становится на этот уровень это резко происходит если допустим если я допустим сейчас начинаю рекламировать ставки у меня доход увеличится раз в сто и типу мы просто с кентом вот мой менеджер это мой друг мы с ним угорали я просто там в разы поднимал просто проверить заплатили соглашались люди там платить когда у меня было не миллион двести когда у меня было с 200 тысяч подписчиков хотели покупать за пять миллионов до рекламы сейчас представляете какие деньги этого платить за рекламу став я понимаю их мышление они сейчас зарабатывают там сотни возможных миллионов еще и гивы делают это тоже большие деньги и отказываясь от этого сотни миллионов зарабатывает там 2 миллиона в месяц рекламируя просто крупные бренды там наподобие pepsi да они не смогут так жить у них уровень мышления же я вот поэтому не хочу вот этого резкого толчка я хочу чтобы у меня толчок был осознанно я понимал что я заслуживаю этих денег то есть поэтому я взялся достаточно сложные проекты до раскачать общепит это казалось бы что миллионная аудитория это нелегко очень нелегкий труд но вы в операционке вот в общепите или только вот на цифры я вижу продажи каждой точки но я туда не лезу я все-таки считаю что люди которые разбираются в этом у вас не интересует там где мясо покупаете насколько она там безопасно ss вдруг там девчонки на кухне работаю с грязными руками поставщиков наших не всех но я знаю где мы берем допустим там курицу я знаю потому что каждый раз когда ты едешь общаешься с ребятами с которыми мы это делаем и по-любому ты от них наслушиваешься больше чем за четыре года обучения в университете поэтому брюшан спасибо большое за очень интересное интервью я думаю что ты сейчас вдохновил молодых и меня вдохновил на многое дал новую знаешь пищу для размышлений с нами сегодня был брюшан нашим но мы с вами увидимся через неделю